Дети написали папа с счастливого дня рождения и подписались. Прикольно так. Мои видосы, как всегда, запаздывают на несколько дней. И, в общем-то, не успеваю её выставлять, постоянно какие-то разные вещи отвлекает. Заметила после того, как я была, так сказать, менее активна, может быть, 10 дней, чуть больше, по понятным причинам и обстоятельствам, прям особый такой упадок на канале. Ну, меньше активности, потом сократилось резко количество, я же вижу, сколько там, например, по возрасту, какие у меня зрители. В общем, сразу две, почти даже три группы там намного моложе средней моей категории. И две постарше прям пропали. Потом мужчины, типа того, что вообще почти что процент упал. Ну, вот эти дни, когда я стала выставлять видео, стала подниматься, подниматься все эти ставки, так сказать, и по возрасту, и по полу. И я вижу, конечно, что у меня основной процент зрителей, это уже без подписки. И поскольку очень мало людей смотрит, ну, вот реально, если у меня раньше, например, выходил ролик, это я уже говорю о новом виде моего канала. Потому что если у меня раньше были порученные работы, бисер, искусство, о котором до сих пор некоторые вспоминают и просят возобновить, но этого, конечно же, не будет. И, в общем, если я раньше выставляла ролик, сразу же было, например, тысячу просмотров, две, то это сейчас для меня как бы и нереально, в общем-то, на моем канале. Но даже вот по теме моря, Хорватии, конечно же, в сезон, когда много вопросов, интерес большой, там 400-500 просмотров, 300 минимум. Сейчас же это там, ну, не знаю, в среднем около 100 просмотров. Хотя я, в принципе, рада, если 100 человек посмотрит вдвое суток даже. Ну, я не гонюсь за количеством подписчиков. Я и не говорю, вот подписывайтесь, жмите там на колокольчики и так далее. Но все-таки как-то хотелось бы просто узнать вообще, кто меня смотрит. Потому что я уже неоднократно спрашивала, говорю, ну, вот вы, например, я смотрю, 70% уже, раньше было 30 на 70 в пользу подписчиков, потом было 50 на 50 очень долгое время, 60, а теперь всего 20 с подпиской, вот это вот маленькое, скорее всего, число зрителей, и остальных 70, я так понимаю, случайные зрители. Но я опять же спрашиваю, если вам не лень, напишите хоть один какой-то комментарий, скажите, вы вообще случайно попали на канал, видео увидели, может, у вас ссылки какие-то отвели к теме. Или, например, вы смотрите регулярно, просто без подписки. Также я многие каналы смотрю, это не конец цвета, никакой не криминал. Смотришь без подписки и как бы не реагируешь часто, там, лайками или какими-то комментариями, но ты регулярный зритель, просто мне интересно, вот реально, если вы смотрите, что вам интересно, находите ли специально этот канал или случайно, хоть какая-то обратная, обратный какой-то, блин, возврат информации, потому что глухо, как в танке, тяжело вообще как-то, ну, в таком плане снимать, не понимаешь, интересен ты конкретным зрителям или тебя просто случайно находят. Ну, это вот если у вас будет желание, возможности, опять же, если какие-то там претензии по каналу, всегда можно это поговорить, обсудить в плане, что кого какая тема интересует, там, это, главное, без каких-то там грубостей и перехода на личности. Раньше бы не обратила внимания, а сейчас смотрю, ребёнок смотрит, обмельчало очень сильно море, ну, прям очень хорошо. И я смотрю на дно, и я понимаю, что здесь морские огурцы. Просто они грязные, они как-то особо не активны, просто лежат. Мой малыш пересчитывал, тут, говорит, их 10. Ну, вот они еле двигаются. Такое ощущение, что просто какая-то резина, грязь на дне, а на самом деле-то они, особенно по вот этому видно. Вышла с городского пляжа и так удивилась. Включили музыку в кафе, почистили, лампочки зажгли. Расстояние между столами 2 метра, там, по-моему, 3 стола на террасе, но стоят люди, не сидят даже. И внутри как бы открытая такая терраса, 2-3 столика. Интересно, что по закону, вот, где-то, по-моему, ну, говорили, что с 15-го будут открывать, но в итоге мне кажется, что это все-таки как бы осталось нерешено, и хотели перевезти по городу. Вот постоянно вижу вот эти вот чашечки, оставляю этот кофе, пакеты из пекарни. Вот сволочи вообще нереальные просто. Ну, что это такое? Живешь в этом городе, гуляешь постоянно возле моря, природа чистая, надо обязательно засрать. Так вот, что я хотела сказать. Кафешку открыли, стоят, работают, но мне непонятно, что это самое. По-моему, еще по закону до сих пор, типа, ну, нельзя, чтобы это дело работало. И так я когда проходила, они подозрительно смотрели, ну, типа, как сказать, типа, мы палимся, но нам все равно в таком смысле.